Здравствуйте! Сегодня я хотел бы рассказать немного о том, как я собираю с томатов, с растений и получаю вот такие вот красивые семена. Всё достаточно просто. Ну как достаточно просто? Есть, конечно, некоторые сложности. Начнём с того, как выбрать плоды для того, чтобы брать с них семена. Ну, плоды должны быть крупные, правильной формы. Неважно, с какой кисти вы берёте, желательно дождаться, пока плод начнёт перезревать. Вот этот, он ещё твердоват, с него ещё рано брать семена, я его приобрёл на рынке. Мне понравился вот этот внешний вид этого томата, и я его буду использовать на семена. Это другая модификация сорта после обеденной восторг. Вот давайте покажу. У меня, и вот я купил на рынке плод. Это один и тот же сорт, но разные его модификации. Этого сорта, видите, у меня напыление, как туман. У меня на растении много неправильной формы плодов. Правильной формы достаточно мало плодов. И вот этот плод уже, в принципе, видите, он уже начал портиться. Тут проколы есть. Но с него я брать семена не буду, потому что у меня уже есть с этого сорта семена. И вот покупной того же сорта томат, но он мне больше нравится, поэтому семена я буду брать вот с этого плода. Видите, тоже такой же бикалор. Но здесь антоциановые штрихи, и формы плода более ровные, и ребринки более такие. Поэтому вот с этого плода, конечно, я буду брать семена, с того не буду. Теперь дальше. Как я, куда я беру семена? Я вот подписываю вот такие вот стаканчики с бирочками. Делаю просто обычная газета. Вот. И что я делаю? Я набираю семена, нагребаю, разрезаю томат, нагребаю туда семян. И вот это уже готовые семена. Видите, там уже идет газ, так как перебродили уже они. Набираю туда семян и доливаю воды. Зачем я доливаю воды? Я доливаю воды, чтобы достаточно хорошо вот эта штука потом расслабилась. Сначала все семена поднимаются наверх. Через некоторое время, но на следующий день, день-два вы их перемешиваете. И как только семена спускаются вниз, а мякоть отделяется от них, можно, значит, уже их обрабатывать. Как обрабатывать? Просто сливаете то, что вверху, доливаете воды, промываете и сливаете еще раз. Получаются вот такие вот уже более-менее красивенькие семена. Но оставлять их так нельзя. Обязательно надо их намазать на бумагу. Намазывайте их на бумагу. Вот у меня тоже такие вот бумажные коробочки я делаю. Намазываю их на дно. Получаются они там приклеиваются, прилипают. Получаются вот такие вот слепленные штучки. Я их просто вот так вот пальцами размалываю. И они вот так вот рассыпаются. Получаются уже готовые сухие семена. Сколько сушить? Но пока не высохнут, пока вот влажные. Почему я использую именно бумагу? Потому что влага с семян, она вот тут на пластмассе, она остается внутри. И семена могут перележать в этой влаге и начать прорастать. Это большая ошибка. Если у вас начали прорастать семена вот в таком стаканчике, это все. Можете их выкидывать или повыбирать те, которые не проросли среди них. Но это достаточно тяжело, трудоемко. Лучше не передерживать их. Как понять, что уже пора вынимать? Я сказал, как только вы перемешиваете, ваши семена падают вниз, а мякоть остается в другом слое, значит пора семена вынимать. Это уже все. Вот так я заготавливаю свои семена. Потом я их расфасовываю по пакетикам, по сортам, подписываю сорт и год. А остальное все у меня на компьютере забито. Это я все уже помню. Видите, вот получаются вот такие вот пакетики с семенами. Очень хорошие семена. Прорастают лучше, чем у агрофирм, так как я их не пересушиваю. А там их сушат по максимуму, чтобы они там миллион лет лежали у них. Но такой просушки вполне достаточно. Они вот стоят. На солнце я их не ложу, просто в тени, чтобы проветривалось. Просто в комнате оставляю. И они у меня вот так вот сохнут. Видите, они уже высохли. Остается их только размолоть и в соответствующий пакетик расфасовать. Опять же говорю, вот в таких стаканчиках оставлять не стоит, потому что они... Вот эта влага не впитывается в стаканчик, и они вот в этом влажном всем остаются, и прорастать начинают. А если они проросли, значит, можно их уже выкидывать. Свою функцию они выполнили. Вот. То, что появляется плесень на стакане, это неплохо. Это нормально. Это естественный процесс брожения семян. Может возникать пена, может даже как газировка получиться штука, она шипит, она булькает, оно живое. Вот эти болячки все, которые были, они в процессе брожения, многое часть из них уходит. Если я вот сейчас вот так вот постучу, можно заметить, как там вот бульки идут. Это значит процесс брожения. Естественный процесс брожения идет. И семена готовятся. Вот так я заготавливаю семена. Вот так вы тоже можете заготавливать семена. Так я заготавливаю их в небольшом количестве. У меня вот таких вот стаканчиков вполне достаточно. Эти семена уже готовы. Видите, как они хорошо булькают. Если по ним постучать, процесс брожения прошел, сами семена внизу. Я их перемешаю, солью, промою и, в общем-то, просушу, и все готово. Ну, а на этом все. Всем спасибо. Увидимся в следующих видео. Вот таким методом можно легко и просто заготовить семена себе на следующий год. Почему лучше заготавливать свои семена? А очень просто. Ваши растения приспосабливаются каждый год к той среде, в которой они растут. И каждый год они приспосабливаются все лучше и лучше к одним и тем же условиям. Поэтому сорта, которые плохо показывали себя у вас на участке, они с каждым годом будут приспосабливаться к ним все лучше и лучше. Поэтому обязательно собирайте свои семена, потому что у каждого участка свои условия конкретные, земля своя, солнце свое, полив свой, состав воды свой. Все сорта привыкают к конкретно вашим условиям. И именно у вас они будут давать лучше урожай со временем. Да, бывает такое, что сорта не подходят совсем, некоторые сорта не нравятся совсем, но зачем тогда такие сажать? Но бывает так, что один помидор завязался, этого достаточно, чтобы собрать семена, вкус вам понравился, урожайность не понравилась. Вы высаживаете его на следующий год, если правильно подготовите землю, все сделаете как надо, у вас уже урожай будет больше. А на следующий год он вас просто завалит урожаем. Скорее всего. Так что если у вас первый год что-то не получается, это не повод выкидывать сорт. Если он вам нравится по вкусу, высаживайте его несколько лет, года два, может быть три, и тогда он у вас будет давать хороший урожай при условии хорошего ухода правильного. Ну а на этом все. Всем спасибо и увидимся в следующих видео.